На юге третьего по величине острова Индонезии, Сулавеси, лежит Тана Тараджа, или «Земля Тараджей». Это одно из интереснейших и красивейших мест в стране. Тараджей всего около трехсот тысяч. Занимаются они главным образом рисоводством, а знамениты тем, что строят удивительные дома, напоминающими лодки. Административный центр Тана Тараджа, Макали, маленький и очень тихий городок. Известно Тана Тараджа благодаря своей исторической и антропологической ценности, сохраненными до сегодня удивительными похоронными традициями и обрядами предков и своеобразными сказочными избушками. С 2009 Тана Тараджа внесена в список ЮНЕСКО. В него попали 10 деревень вместе с домами, захоронениями, церемониальными площадками и даже ступенчатыми рисовыми полями. Цвета, которыми Тараджи расписывают гостевые веранды, имеют свою символику. Красный – это кровь и жизнь, белый – чистота, желтый – власть бога, черный – смерть. Есть несколько версий по поводу формы крыши. По одной крыша повторяет силуэт головы буйвола с торчащими рогами, по другой символизирует корабль, на котором предки Тараджа когда-то приплыли в регион. Часто, над входом в жилище можно увидеть голову буйвола. Рога же после похорон не выбрасывают, их прикрепляют к шесту, который устанавливают перед домом. Рога буйвола символизируют у Тараджи отвагу. Их как бы нанизывают друг на друга. Они показывают, сколько животных хозяин дома забил для похоронных церемоний. Стационарные дома Тараджи выстроены в линейку, двумя рядами, разными, и их крыши смотрят с севера на юг. Дома поперек сооружены специально для церемонии, образуя, таким образом, каре. На фото выше обратите внимание на буквы и цифры на домах. Дома что поближе, обозначены буквами. Это знать, почетные гости. В домах и на весах, обозначенных цифрами, лют попроще. Но обозначение обязательно, ибо ведется строгий учет подарков, если вам в этот раз некий род или деревня подарили быка, то, случись такая церемония у них, хрюшкой вы уже не отделаетесь. Жилые дома у Тараджи, это вполне современные лачуги. Еще такой любопытный факт, домики построены без единого гвоздя. Выглядят очень хрупкими, но на самом деле прочные. На нижнем ярусе такого дома Тараджи часто сидят, как в беседке.